Наша снежная зима резко сменилась весной, и у нас немножечко случился дорожный коллапс. Дорога растаяла, и теперь, когда мы по ней едем, она проваливается под машиной. Сейчас мы пойдем разведывать вторую нашу запасную дорогу, которая идет через лес. Зимой она была не почищена, мы ей не пользовались. Но вот сейчас пойдем посмотрим, что там творится. Потому что, скорее всего, по мере того, как будет таять снег, основную дорогу зальет река. Она идет четко вдоль дороги. И вообще, обычно весной здесь половодьем размывает все. То есть на месте поля просто озеро. Что взять? Штатив? Ну, ничего страшного. В общем, дорога сейчас выглядит так. Тут все в лужах. Да, это на участке. Это, да, это наш участок. Вот. Такая прямо весна-весна. Вот это основная дорога в деревню, которая ведет к трассе. Пойдем! Наша последняя, третья собака не хочет с нами идти. Вот. А это дорога, которая идет в лес. И через лес есть еще одна, еще один проезд. Здесь, кстати, катались снегоходы. Крона! Безнадежно. Пойдем. Собака с нами не хочет идти, третья. Да. Нет, смотрите. Крона все-таки решила, что она пойдет с нами. Пошли гулять. Еще с нами идет Кора. Потому что к Коре нужно привыкать не только летать ко мне со стульчика, но и вообще более спокойно чувствовать себя в новой обстановке. Да, Кора? Мы с ней ходили в этот лес весной там. Ой, не весной, это летом, осенью. В общем, мы дошли до лесной дороги. Она выглядит примерно так. Кроме снегоходов здесь ничего пока, по-моему, не ездило. Не знаю, получится ли это расчистить трактор. Но очень хочется верить. Тебе не нравится? Вот и... Ага. Кора, ее сейчас спилят, ее уже спилили. В общем, дорога идет прямо, а снегоходы объезжали ее слева. Но наша машина там не проедет. То есть, по-хорошему, нужно расчищать основную дорогу. Конюк, дурак. Нет, конюк. Нет, нет. В общем, да, я, конечно, не знаю. Здесь сильно надо расчищать дорогу. Здесь за зиму очень много всего попадало. Потому что вот здесь, как бы, здесь была дорога. Ну, снегоход, конечно, проехал, но машина здесь не проедет. Сюша пытается хоть что-то убрать из того, что упало за зиму. Но... Это такой, в общем, немножко бесполезный труд, на мой взгляд. Что такое? Что такое? Что такое? Это Ксюша пилит, а мы скоро ей чилим. Да? Мы чилим? М-м-м-м. М-м-м. Красивая. Я не хочу сейчас пилить. Я вижу некоторую тщетность в этом. Что ты видишь? Тщетность в том, чтобы пилить. Нет. Я не про пилить. Я про... Я про... Перетащить. Блин, вот это вообще проще. Да. Да, здесь нужна бензопила. Здесь просто так это и не отпилить, к сожалению. Ну, очень долго и... Ой. Я тут собираю шишки в пакетик. Надо поднять пакетик. Чем дальше в лес, тем толще сосны. Как бы нам так пролезть скоро? Негодуешь? Негодуешь? Да, ну вот дорога была здесь. Снегоход объехал справа. Вообще жуть, конечно. Это все вот попадало за зиму. Осенью такого не было. Ну, видимо, потому что снега много было за эту зиму. Деревья не все выдержали. Что? Да. В общем, хорошая новость в том, что завалы деревьев только в одном месте Поэтому, в принципе, разгрессе это все реально Плохая новость в том, что здесь тяжелый слежавшийся снег Который ни разу за зиму не чистился И не очень понятно, сможет ли трактор что-то с этим сделать Чтобы здесь могли ездить машины Троя специально откладываем на тебя Халк ломать Им хочется, прямо хочется Не упала на тебя, да? Чуть-чуть не упала, обидно Нет, не могу Снегоходы теперь тоже не проедут Снегоходы Да, да не, там точняк Ладно, да, вы правы, надо Надо позаботиться о снегоходах Сейчас Странные снегоходы Наташа Где ты? Умару, у тебя все в порядке Что там, чуваки, что там? Что там такое? Что вы нашли? Не могу сломать эту штуку Я не знаю, что здесь происходит Я понятия не имею Все ок? Осталось чуть-чуть Все, снегоходы проедут? Да Как-то неуютно, да, Кора? Ура, дорога Ура, дорога, говорю У наших собак какие-то проблемы Тебе скучно? Скажи, когда мы домой уже пойдем? Сколько можно? Молодец Дорога расчищена Почти К нам приехала ворона Которая долго лечилась у нашедших И в результате Ну, как бы из-за травмы полученной Там, ну, стрелянная рана была Ворона облысела Летом это не было бы такой серьезной проблемой Но сейчас еще холодно У нас лежит снег Поэтому я хочу немножечко, скажем так Предотвратить возможную пневмонию Вот Для этого я сейчас надену на ворону костюмчик Такой вот волшебный полулысый товарищ С зажившей болячкой на пузе У меня теперь такая флисовая ворона Интересно, как быстро она это снимет Это был когда-то подгузенчик Но сейчас это не подгузенчик Это просто курточка По-моему, ей не нравится Но я ничего не могу с этим поделать Ну, грачей-то не обижай Это же не они на тебя надели Я думала, она снимет его В ближайшее время Но нет Это, ну, как бы он без подгузника Без всего Просто она лысая вся Вдрызг там Недавно приехала С лысой грудью И чтобы она у меня дуба не дала Я, короче, одела ее В флисовый костюмчик Что это вы делаете? Мы тоже что-то заменчили Мы так бесконечно не вырели Мина, а где вы такой красивый платок нашли? Узнаю, там В столовке Мне жалко Такое красивое лицо Мне жалко Такое красивое платок Его уже разрезали, Ксюша Знаете, что такое масленица? Блин, я не думала, что у нас что-то приличное получится Когда одну палку ставили Я не могу Пипа, как тебе масленица? Я не понимаю, что происходит Мы здесь впервые Я еще пока не в курсе Нет, нет, уже не одобряю А, я туда бутылку еще кинула Ты зря Вы держите гуся? Гуся стекает просто Как у меня Одна голова потому что искусство не горит слушает действительно господи мора я надеюсь до тебя не дойдет ему вообще пофиг просто на все чувствую в этом некий шаманский ритуал до подгорела ладно не надо косточку обойдемся и без косточки ну что теперь должна быть весна знаете я каждый раз когда записываю новое видео забываю сказать вот эту вот типично блогерскую фразу про то что подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и все вот это вот вот поэтому вот я обычно записываю этот кусочек видео когда прихожу домой уже темно я вспоминаю о том что я же собиралась монтировать видео и я забыла это записать вот поэтому наслаждайтесь моим видом как я сижу на полу в бытовке не причёсанная вот и записываю также я напоминаю о том что нашу работу можно поддержать пожертвованиям вы можете сделать любой комфортный вам донат фонд подписаться например на какую-то маленькую сумму но ежемесячно можете принять участие в нашем крауд-проекте он пока идет и скорее всего он будет продлеваться в ближайшее время кстати если вы хотите получить свой лот до завершения проекта пожалуйста напишите мне на почту почта директор собака corvetsnest.ru я еще напишу ее в описании к видео если не забуду конечно важная новость которую я тоже хотела сказать мы арендовали квартиру в киржаче это ближайший город к нашей загородной территории собственно зачем это было сделано потому что сейчас на территории центра жить особенно негде особенно вот сейчас холодно и наша вторая бытовка она не утепленная мне можно дать дуба это не в моих интересах когда речь идет о волонтерах вот поэтому скорее всего ближайшее время можно будет приезжать к нам волонтерить и оставаться ночевать в киржаче пока у нас заморожена наша стройка потому что мы пока еще погребены под снегом и чтобы что-то делать нам нужно раскапывать снег это не очень продуктивно на мой взгляд тем не менее как только снег сойдет и немножко как-то все подсохнет будет очень актуально помощь руками если вы умеете держать в руках шуруповерт молоток или что-то такое нам очень нужна ваша помощь ну а сейчас мы терпим небольшое стихийное бедствие то есть помимо того что у нас то тепло то холодно то грязь засохла грязь замерзла или просто грязь у нас очень сильно развезло дорогу как можно заметить из этого видео и но она периодически то замерзает то засыхает обратно мы с ужасом ждем момента когда начнет окончательно тает снег потому что прошлые годы насколько мы видели ну то есть насколько нам рассказывали дорогу которая идет деревне через поле заливает река и возможно нам придется на полном серьезе приобретать лодку кстати если у вас есть вдруг у кого-то там у вас или у ваших знакомых ненужная лодка ее можно задонатить нам возможно в ближайшее время это будет наша единственная связь с миром а еще короче мы купили морозилку я может быть покажу ее в следующих видео завтра она должна приехать сюда к нам красивого на большой машинке потому что в маленькую машинку это чудовище не влезает ну просто представьте себе морозилку в которую в принципе можно положить меня в случае чего надеюсь конечно это не понадобится но тем не менее в общем эта морозилка я надеюсь помимо того что она в целом будет хранить запасы кормов она поможет нам выжить в случае если наш нас отрежет если нас отрежет от цивилизации потому что я намерена забить ее запасами корма так чтобы нам хватило хотя бы недели на 3 случае чп вот как-то так